Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Рада вас видеть на моем канале. Сегодня я хотела с вами поговорить на такую тему. Как преобразовать свое время в качественную работу? Как научиться меньше тратить времени и иметь максимальную компенсацию за это? Или как работать с качественными клиентами, если вы в таком бизнесе? Во-первых, продажи, селс – это вообще огромная тема, бесконечная. Все, что мы делаем в этой жизни, это мы всегда продаем себя. Продаем свои знания, продаем свою квалификацию, продаем свою эрудицию, продаем абсолютно все. Мы должны, и успех в нашей жизни зависит от того, насколько мы умеем убедить других людей, принять нас, наши услуги, наши знания, нашу красоту, нашу квалификацию, и как мы умеем обо всем этом договориться. Вот только это. Успех или неуспех любого бизнеса всегда зависит от того, насколько человек сумел это угадать и сумел убедить других людей принять его услуги, принять его товар, принять его знания, квалификацию или что-то еще. Неважно, на зарплате людей или на комиссии, или на чем-то еще, это всегда продажа, и все мы абсолютно каждую минуту своей жизни что-нибудь продаем, что-нибудь кого-то убеждаем принять то, что мы предлагаем. Всегда. Даже если это иногда не компенсируется никак материально. Итак, как же научиться экономить свое время, так разумно использовать свое время, чтобы мы работали только с очень качественными клиентами, не пратили и тратили время понапрасну? Ну, первое. Самое главное, наверное, узнать, насколько эти люди, с которыми мы хотим что-то предложить, мотивированы. Насколько эти люди действительно хотят наши услуги, наш сервис, нашу работу или нет. Потому что если люди не мотивированы, если им это не очень нужно, они никогда не купят наш продукт, нашу работу, наше время и так далее. Никогда. Они будут документировать только тогда, когда они действительно в этом нуждаются. Поэтому ваша задача в первую очередь сесть с ними, поговорить и выяснить, насколько им это нужно. И это делается только вопросами и ответами. И от вас должны быть вопросы, и ответы должны быть от того, кому вы хотите продать свой сервис. А не наоборот. То есть вы должны стать очень хорошим слушателем, но слушателем не с точки зрения слушать просто, а с точки зрения услышать ответ на ваш вопрос, чтобы сделать правильное решение. Понять, насколько человеку нужен ваш продукт, ваш сервис и так далее. Первое, значит, первое еще раз, это насколько люди мотивированы. Второе. Нужно для себя решить. Если мы говорим о том, что наше время может стоить 10 долларов в час, или оно может стоить 500 долларов в час, куда нам лучше пойти за одну и ту же самую работу, то, конечно, мы должны посмотреть, где же эта работа, которая стоит дороже того, что мы хотим продать. Где же эти люди? Как вот я, например, работаю в своем бизнесе, если я буду работать с покупателями недвижимости, я могу в месяц сделать, может быть, 3-4 сделки. И максимум. Все остальное, это я уже буду полностью уставшая, это будет просто измучить меня, это невозможно сделать по-другому. Но если я буду работать с продавцами недвижимости, я могу за месяц продать 10-20 домов, даже больше. А в этом нет особого лимита, потому что это время требует гораздо меньшего времени для меня. И если я буду работать с клиентами, дом, который стоит 500 тысяч, мои комиссионные от этой, допустим, 2,5% будут определенными. Но такое же время мне понадобится, чтобы работать с клиентом, дом, который стоит 1 миллион, или 2 миллиона, или 3 миллиона, и мои комиссионные пропорции будут гораздо выше. Так где должно быть мое время? С покупателями или с продавцами? Или с покупателями на самом нижнем уровне этого бизнеса? Или на самом высоком уровне этого бизнеса? Как туда войти, в эту сферу? Это непросто. Но первое, что я хотела бы сказать, для этого нужна смелость. Нужно для себя решить, какой я специалист. Или я специалист Холдейн, или я специалист Ридс Камптон, или я специалист Форд, на уровне Форд машины, или я специалист на уровне Феррари. Кто вы и где вы, в каком вы сегменте этого бизнеса? Потому что в любом бизнесе есть люди и на том уровне, и на другом уровне. И ваше решение всегда зависит, конечно, от того, насколько вы квалифицированы. Потому что, чтобы войти на рынок качественных клиентов, как мы говорим, нужно не просто с ними поговорить и узнать, насколько они мотивированы, но еще и нужно их очень-очень хорошо знать, этих людей, чтобы войти в этот круг. Нужно знать их потребности, нужно знать их нужды, нужно знать, что они ищут в вашем бизнесе, что им именно нужно. Вы никому никогда ничего не сможете продать, если этому человеку это не нужно. Вы должны знать, что именно. И вы не должны продавать, допустим, что-то, что стоит 200 тысяч, вы должны продать человеку то, что стоит 200 тысяч, гораздо большую идею того, что он за эти деньги может получить. Если вы ему продаете ценные бумаги, вы должны ему нарисовать, объяснить, что это ему принесет в итоге. Если вы продаете ему дом, вы должны ему сказать, какая из перспективы есть роста цен на эту недвижимость, или какая семейная жизнь замечательная его ожидает, если он будет это иметь. То есть вы должны нарисовать людям перспективу этого. Следующее, что нужно сделать, чтобы работать с серьезными, с качественными, как мы говорим, клиентами, это, конечно, выглядит соответствующе тоже, в свою очередь. Вы должны быть, если даже не на их уровне, но хотя бы быть на уровне того, чтобы это не оскорбляло их позицию. Потому что если вы приходите покупать за 70-80 тысяч машину в дилершип, то увидите, что продавцы одеты в костюм и в галстук. Но если вы хотите продавать какой-то продукт, который покупают богатые люди, вы тоже точно так же должны соответственно выглядеть, чтобы этот сервис, который люди богатые покупают у вас, не оскорблял их, чтобы это был определенный уровень. Хотя, конечно, смелость все равно важнее. Даже если у вас еще нет костюмов, соответствующих, чтобы прийти и работать с этими людьми, или одежды подходящие, ваша смелость важнее всего. Но за этой смелостью должна стоять обязательно очень хорошая подготовка и знание. То есть вы не можете продать качественным клиентам ваш продукт, если вы не знаете этот продукт лучше всех, лучше других. Если вы эстетишен, если вы делаете косметолог, например, вы должны быть самым лучшим косметологом в городе, чтобы прийти на этот рынок. И эти богатые люди, которых вы ожидаете, покупали ваш продукт, были вашими клиентами. Вы должны иметь эту уверенность в себе и должны иметь эти рекомендации от других людей, что вы действительно стоящий человек, что вы действительно стоящий специалист в этом вопросе. Что еще? Ну, очень важно, конечно, не продавать людям что-то, не пытаться им что-то продать, а пытаться людям помочь решить их проблему, которая у них есть, которую вы выяснили в тот момент, когда вы слушали этих людей. Когда вы уже знаете, что именно им нужно, какой продукт. Как, например, вот я слышала в свое время у Тони Роббинс, замечательный модификационный спикер, вы можете прочесть все его книги, прослушать все его кассеты. Он, продавая людям кассеты, он продавал это легче всем. Он всегда им говорил, что это за 25 долларов кассета принесет, какие изменения принесет в их жизнь, что эти люди действительно станут экономически свободными, что они смогут вести большие бизнесы, ознакомившись с этой кассетой за 25 долларов, этой серии кассет. Поэтому, когда вы что-то продаете людям, точно так же, расскажите им о перспективе, что это им даст. Если вы даете им какой-то крем, знайте доскональные ингредиенты этого крема, скажите, какие в нем и как они влияют на что. Я иногда просто удивляюсь, когда я с кем-то разговариваю, спрашиваю, а что там, а чем отличается от чего-то другого. И продавцы ничего не знают об этом. Они говорят, что они даже понятия не имеют, что там внутри. Но как же они могут продать что-то кому-то, сами не зная ничего. Следующий очень важный пункт здесь, это продавая кому-то что-то, предлагая качественным клиентам. Вы должны быть настолько уверены в своем продукте, что вы сами бы его купили, вы сами его потребляете. У меня есть знакомые в бизнесе Герболайф, замечательный бизнес, как оказалось, великолепный. Так они сами употребляют этот коктейль три раза в день. Тогда только они могут его продать. Я думаю, что если бы они не употребляли этот коктейль Герболайф сами два-три раза в день, они не смогли бы его продавать. Они не смогли бы объяснить людям, что они чувствуют, как изменение в здоровье происходит и почему люди должны брать этот коктейль этот Герболайф, который, насколько я понимаю, их почти основные продажи в этом бизнесе. И они берут все абсолютные ингредиенты этого Герболайфа и употребляют их сами. Хотя они очень состоятельные люди, очень культурные и грамотные люди, но они обязательно берут этот свой продукт сами и начинают с себя. И таким образом они очень-очень успешно продают это другим людям. Поэтому что еще надо сказать? Что вот из таких вот важных вещей? Ну, наверное, надо помнить, что как бы вы ни работали с клиентами, особенно с любыми клиентами, и уже не обязательно с очень там состоятельными и качественными или нет, вы должны всегда помнить, что вы всегда с клиентами соглашаетесь. Не важно, человек неправ или человек прав. Вы всегда с ним говорите. Да, я тебя понимаю, я с тобой согласен, я на твоей стороне, но давай попробуем еще вот такой вот путь. То есть вы никогда не можете сказать клиенту, это было бы абсолютным абсурдом сказать, нет, ты не прав, а должно быть вот так. Нет, это все, вы зарубили свой дел, вы никогда не продвинетесь вперед. Вам достаточно просто сказать человеку, да, я с тобой согласен, ты прав. И человек может уже прекратить свои все возражения по этому поводу. Но, но давай попробуем еще вот так вот. Потому что люди любят тратить деньги, люди любят покупать продукты. Большинство людей обожает обменивать свой труд на что-то, что приносит им красоту, удовольствие, результат. Но, чтобы они это сделали, они должны знать, что именно они это получат, какой результат эмоциональный, материальный, любой другой. То есть вы должны нарисовать вот это все и должны обязательно с ними согласиться во всех их objections, которые у них могут быть. продавая продукт своему клиенту, вы продаете не продукт, а результат, который у него тратить. Вы не говорите человеку, купи вот этот крем, и это очень-очень хороший крем, у него такие-то ингредиенты. Вы говорите ему, купив этот крем, ты получаешь замечательную, гладкую кожу молодость на всю жизнь. Вот так. Вы не продаете ничего, что не является результатом. Вы всегда продаете результат. Следующее, что очень важно, богатые люди, обычно это очень умные, образованные люди, качественные клиенты, о которых мы говорим, и они очень экономят свое время. Поэтому, работая с ними, всегда помните, мы живем в 21 веке, и все должно быть очень коротко, все должно быть очень кратко и обстоятельно, и тогда люди будут вас тенить. Чем больше вы затягиваете презентацию, тем меньше у вас шансов, что презентация будет успешной, тем меньше у вас будет шансов, что у вас будет хороший результат. Все должно быть очень левитировано по времени, вы приходите и говорите сразу, господин такой-то, у меня есть 15 минут, чтобы сделать презентацию. У меня есть 15 минут? Да, есть. Значит, эти 15 минут вы сделаете презентацию, и не минуты, и больше, а может быть, даже чуть меньше. Это будет замечательно. Ну и всегда должны не забыть, самое главное, это закрыть сделку. Не просто вы сделали презентацию, если вы смотрите, подпишите, чек ваш контракт или нет, вы всегда должны спросить, все хорошо, давайте поставим здесь вашу подпись, давайте поставим здесь вашу подпись, вот это поставим вашу подпись, или сделаем там какую-то еще окончательную продажу вашей презентации, обязательно вы должны спросить, обязательно должны предложить. Не ждите, что это сделает ваш клиент, ваш покупатель, ваш кастомер, вы должны это всегда-всегда-всегда предложить. Ну и если вы чувствуете, что время, которое вы работаете с кем-то непродуктивно, всегда посмотрите, запишите в течение дня, возьмите записную книжку, в которой вы записываете все ваши дела, и напишите, в какое время вы лично работали над продажами, над цейлами, над реальным результатом вашей работы, и когда же у вас было непродуктивное время. Вот если сейчас я пила кофе, допустим, или где-то ходила, что-то еще делала такое, запишите в свой дневник. Вот это вот время, там 15 минут с 2 до 2.15, я пила кофе, это было непродуктивное время. Или если я даже время делала что-то еще, что-то вистала и изучала, это было тоже непродуктивное время. Когда мое личное продуктивное время, как специалиста по недвижимости, это когда я взяла трубку и позвонила клиенту, разговаривать с живым человеком. Или я позвонила и пошла с кем-то на ланч, с живым клиентом. Вот это вот мое самое продуктивное время. А то, что я изучала маркет, сидела, читала, это время непродуктивное, это время необходимое мне, но самое продуктивное время, когда у меня был живой разговор с клиентом. Тогда это самое работащее время. Ну и конечно верьте всегда в результат. Если вы начинающий молодой человек, специалист, и вы идете, стучитесь в двери каких-то крупных компаний, которым вам надо предложить себя и предложить какой-то продукт, не бойтесь ничего. Максимум, что вы потеряете, если вы не пойдете и не спросите, то у вас ничего не произойдет. А если вы пойдете и спросите, то есть вероятность, что вас примут. И чем больше вы будете настойчивее, тем больше вероятность, что у вас что-то получится. Не сидите, не ждите, не бойтесь ничего. Потому что разница между тем бояться и не сделать, и сделать в том, что когда вы все-таки сделаете, у вас есть шанс это получить, а когда вы не сделаете, будете бояться и будете думать, что вас осуждают, что у вас 100% ничего не получится. Поэтому не важно, есть у вас дорогой костюм или дорогая машина для вашего начала бизнеса, не важно есть ли у вас еще что-то. Just идите, идите, делайте. И у вас постепенно, постепенно вы научитесь это делать. И, может быть, даже в самом начале у вас получится какой-то обязательно хороший результат. Не бойтесь этого, делайте это. Но не забудьте глубоко знать то, что вы предлагаете обязательно. Ну и я уже говорила о том, что предлагая что-то кому-то, обязательно предлагайте только то, что вы купили бы сами. То есть вы должны настолько верить в ваш продукт, который вы предлагаете, что вы бы 100% купили это сами. Это номер один правило для успеха. Вы должны глубоко верить в то, что вы делаете. Если вы не верите в ценные бумаги какие-то, в какие-то стокмаркеты, что-то еще. У меня был один знакомый, который был очень успешный брокер, продавал очень много бумаг другим, а себе всегда покупал недвижимость. Потому что он верил больше в недвижимость, чем в ценные бумаги. Но, тем не менее, был период, когда он был очень успешным, а потом период закончился, и все закончилось. Ну и вот это вот, пожалуй, все на сегодня. Что еще мне вам сказать такое? Пожалуй, это самое главное – все равно делать. Есть у вас для этого условия или нет. Самое главное – это начинать делать и считать свое время. Или вы работаете за 5 долларов в час, или вы работаете за 500 долларов в час. Смотрите, где те бизнесы, которые приносят вам большую работу. Идите туда, куда вы хотите идти. Вы прежде чем идти туда, будьте абсолютно великолепны к этому готовы. Готовы, знайте то, что вы предлагаете. Вот это все на сегодня. С вами была Татьяна Конкина. Всего самого хорошего. До свидания.